Троллейбусный маршрути Троллейбусный маршрут 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 И следует также от Петровского квартала, через поселок Горелки и далее в сторону Хомякова, однако проходит чуть дальше, до села Архангельское, где и заканчивает свой маршрут. 36А из всех этих маршрутов обслуживается уже другой компанией, а именно Тула Автотранс. На нем работают автобусы среднего класса вместимости, причем не только в соответствии с реестром, но и фактически. Они представляют собой автобусы ПАЗ с низкопольной площадкой в задней части салона. 36А работает по регулируемому тарифу и, как я понимаю, что также принимает льготные билеты. И, казалось бы, проблема, конечно, очевидна. Когда есть троллейбус, который имеет короткую трассу, и есть два автобусных маршрута, идущих по куда более длинной трассе, понятное дело, что идет отток от маршрута электротранспорта на более длинные версии обслуживаемой дизельными автобусами. Если посмотреть расписание, получается, что автобус и троллейбус фактически до начала реконструкции следовали как бы друг за другом. При этом первым к московскому вокзалу приходил именно 36-й автобус. Потом он отправлялся и через пару минут выходил троллейбус. После чего был 30-минутный перерыв. Естественно, что в таких ситуациях, конечно, маршрут электротранспорта перевозил меньшее количество пассажиров, и в целом, получается, его работа была неэффективной. Однако ситуацию можно было бы улучшить, запустив троллейбус и автобус в полуинтервале друг друга. Тогда на совместном участке трассы от московского вокзала до поселка Горелки было бы возможно обеспечить интервал в 15 минут, что было бы уже более приемлемым для пассажиров. А как мы понимаем, поскольку на этой трассе еще работает и 36-й А, то в некоторые моменты интервалы между транспортом на общем участке можно было бы сделать еще меньше, что особенно актуально для часов пик. И сейчас в целом я ничего такого сверхъестественного не сказал. Фактически это базовые понятия, которые должно учитывать предприятие, эксплуатирующее два вида общественного транспорта, в данном случае автобус и троллейбус. И учитывая, что это предприятие одно, синхронизировать и согласовать расписание между двумя видами транспорта можно было бы еще куда проще. Однако по факту этого не делается. И просто принято решение о ликвидации одного из маршрутов электротранспорта. При этом, как я сказал, что в данном коридоре теперь совершенно легально можно будет оставить только транспорт среднего класса вместимости, полностью исключив оттуда троллейбусы большого класса. Такое положение дел, безусловно, ухудшит условия перевозки пассажиров. Что же касается маршрута 36А, то в целом его можно было бы использовать как, например, экспрессную версию маршрута 36. Учитывая ограниченное его количество рейсов и при этом довольно длинную трассу следования, мне видится, что маршрут мог бы следовать от села Архангельское до поселка Хомяково со всеми остановками по своей привычной трассе. А вот после поселка Хомяково он бы мог совершать прореженное количество остановок, останавливаясь преимущественно у важных социальных объектов и также у конечной троллейбуса на поселке Горелки. При этом, видится, важно сделать возможность пересадки между 36А, 36 и 6 троллейбусом бесплатной. Причем, если между 36 и 6 это сделать еще проще, то, конечно, с 36А придется договариваться с перевозчиком. Однако, учитывая, что он работает по регулируемым тарифам, в принципе, эту проблему можно было бы решить. Таким образом, получилось бы, что в коридоре следования у нас есть участок с наиболее плотной городской застройкой, где работает общественный транспорт на интервале 15 минут и иногда даже меньше. А на участках от поселка Горелки и до Хомяково интервал бы составлял полчаса, как и в сторону от Московского вокзала и до микрорайона Петровский квартал с включением экспрессного транспорта на данном коридоре в определенные часы, что снизило бы, например, время поездки жителей отдаленных поселков до центра города и, в частности, до вокзала. А также такой экспрессный маршрут помог бы существенно облегчить жизнь также и жителям более близких территорий, которые желают добраться до социальных объектов либо до железнодорожной станции и центра Тулы в несколько раз быстрее. Единственное, что в перспективе пришлось бы обновлять подвижной состав такого экспресса с пазиков на, скажем, автобусы большого класса вместимости, так как спрос на него был бы еще выше. Но данная проблема, опять же, могла бы быть решена. Даже если в селе Архангельское, допустим, нет надлежащей разворотной площадки, ее в перспективе можно было бы организовать. Это не является настолько критичной проблемой. Но с закрытием шестого троллейбуса пропадет возможность использовать электротранспорт как инструмент повышения частоты движения, при этом обладающий повышенной комфортностью за счет большей вместимости и также более тихого и плавного хода. Вряд ли будет реализован план по организации экспрессных рейсов 36А. А интервалы в городской части, скорее всего, останутся такими, какие есть сейчас у автобуса 36. А на этом все. Спасибо за внимание.